Как получить серную кислоту? Девятиклассники этой школы списывают сложные формулы с интерактивной доски. Рядом оборудованные столы. Можно самостоятельно похимичить. Марина Кулакова уверена, не во всех школах созданы такие условия. Считает, ее детям повезло. Живут рядом. К тому же шестилетний ребенок Марины территориально прикреплен к учебному заведению. Заявление женщина собирается подавать через портал Госуслуг. Школа нам очень нравится. Здесь у меня учится первый ребенок. Школа дает очень хорошие знания, сильный педагогический состав. Нам очень удобно, потому что мы проживаем рядом. Электронная запись «Первый класс» в регионе работает второй год. Ее в Школах России запустили в рамках федерального проекта «Контингент». В автоматической информационной системе хранятся данные о месте и дате рождения, о родителях успеваемости и победах на школьных олимпиадах. Заявления от родителей на сайте Госуслуг начнут обрабатывать с 8 утра 1 февраля. Достаточно заполнить форму. Перечень документов выразнится в зависимости от наличия льгот, от привязки по территории. Для того, чтобы родителям было понятно максимально, как это можно сделать, мы сделали сейчас промо-сайт, на котором полностью все разжевано. school.gosuslugi71.ru И по записи в детские сады tuladetsa.ru Это наш старый сайт, на котором проводилась запись в детские сады. Сейчас все проводится через портал Госуслуг. После заполнения заявления электронной форме будет присвоен номер и статус зарегистрировано. В течение недели заявку будут обрабатывать в школе. Именно так формируется очередь. Уведомление о результате появится на электронной почте, но в школу родителям все же придется идти, чтобы предоставить оригиналы документов. В течение семи дней проходит вся эта проверка, и родитель должен в своем личном кабинете увидеть статус «Направлен в образовательное учреждение». Здесь действительно очень важно отслеживать все сроки, потому что если в течение семи дней родитель не является в образовательное учреждение, автоматически система его направления в школу переформатирует в статус «Отказано» в связи с неявкой. Записать детей в две школы одновременно не получится. Не примет система заявления и у тех, чьим детям 1 сентября будет меньше 6,5 лет. Приоритете – ребята, которые посещают детский сад, входящий в центр образования, и федеральные льготники. Важный принцип советских времен, когда детей зачисляли в те школы, рядом с которыми они жили, так и сейчас первоклашек, закрепленных за территорией, будут регистрировать до 20 июня. А вот жители других районов зачислят на оставшиеся места. Для них запись стартует 1 июля и продлится до 25 августа. Галиногуркин Алексей Чичвадзе, Первый Тульский. Продолжение следует...